Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихотская и Даниил Даутов. Смотрите сегодня в программе. Винтаж снова в моде. Сделай стильные фотографии сам. Покажи всему миру за доли секунды. Алима Болопек узнала все о мобильном приложении Инстаграм. Не пропусти! Остановить мгновение нет проблем. Цифровая фоторамка заменяет целое фотоателье. Матрица расскажет, как выбрать правильную. Ваша машина сливается с массой? Стоп! Серости и обыденности. Отдайте свой автомобиль в руки автостилиста. Тюнинг автомобиля. Как это делается в реальном мире и можно ли преображать авто, сидя в интернете? Смотрите в сюжете Маржанжу Магазины. Ну давай. Ну повернись как-нибудь по-другому. Ага, улыбку мне покажи. А теперь бровями поиграй. Зачем ты все это делаешь? Зачем тебе это нужно? У нас же и так в матрице фотосессии столько. Не надоедает. Даник, я просто установила себе наконец-то на телефон Инстаграм. Хочу попробовать. Скачивал я его себе как-то на телефон. Ничего необычного. Фотки как фотки. Ну конечно. Ты как всегда до конца не разобрался в приложении и делаешь поспешные выводы. А я все о нем знаю. Я могу тебя научить пользоваться этой программкой. А вот ты знаешь, например, что это приложение выкупил Фейсбук за 1 миллиард долларов? Сколько? А сюжет есть? Конечно есть. Смотрим. Фотографироваться любили всегда. И даже пару веков назад. Но сколько приходилось ждать, чтобы получить готовую фотографию. А чтобы показать ее всему миру, об этом и речи быть не могло. В современном мире сфотографировать, а затем отправить снимок куда угодно за доли секунды не проблема. Руслан постоянно снимает окружающий его мир на сотовый телефон. Однажды ему понравилось делиться в сети своими впечатлениями при помощи снимков. Так он открыл для себя приложение Инстаграм. Это обычная социальная сеть для мобильных устройств, которая позволяет делать фотографии и накладывать какие-то фильтры красивые, такие в ретро-стиле, в стиле старинных пленочных фотоаппаратов. Ретро всегда в моде. Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Одежда, интерьер – вот и до фотографий добрались. Винтажная обработка фотоснимков плюс новые технологии равно Инстаграм. Ты идешь, что-то увидел интересное или красивое, ты тут же сфотографироваешь, тут же можешь поделиться с друзьями. Тебе не приходится идти домой, там также выкладывать все это. Ну и фотографии тоже красивые получаются. Инстаграм очень быстро обрел популярность среди обладателей смартфонов. Причины две – моментальная обработка фото и моментальное распространение в сети. На сегодня при помощи приложения в интернет загружено более 150 миллионов фотографий, загруженных с мобильников. Добавить фото, не используя коммуникатор, невозможно. Это уже определенная своя субкультура, которая на Западе, допустим, очень развита. И у нас все идет к этому. Эта аудитория в ближайшем будущем, конечно, будет тянуться к объединению, к каким-то офлайн-встречам. Первой из таких встреч для инстаграмщиков Казахстана стала выставка фотографий, сделанных при помощи этого сервиса. Было прислано за неделю 400 фотографий, из которых мы отобрали 173. И, пожалуйста, вот эти 173 фотографии – это на самом деле 173 маленьких окошков, 173 момента жизни 173 людей. На выставке были представлены работы не профессиональных фотографов, а любителей мобильной съемки. Тут можно было посмотреть на снимки детей и животных, пейзажи, портретные фото. Это ужасно стильно, разве вы его не находите? Несколько красивых снимков на выставку прислала и Джамиля, совсем недавно вступившая в ряды поклонников приложения. Это то, что характеризует наше поколение. Это интерес к старому какой-то. Это вот старое приходит в моду, это в одежде и в каких-то видах искусства. И это обязательно какой-нибудь очень прогрессивный технический атрибут. Технический атрибут Джамили – ее айфон. На примере своего смартфона она продемонстрировала, как пользоваться приложением. Итак, как это все происходит вообще? Вся магия Инстаграма очень проста. Я открываю приложение Инстаграм, нажимаю на новое фото. По течении секунды в моем экране в видеоскателе можно найти любой предмет. Например, смузи. Один щелчок. Все, он у нас есть здесь. Очень интересный эффект, который я безумно люблю. Эффект линзы. Чтобы придать какую-то, не знаю, особенность этой фотографии, какой-нибудь эффект выбираем цветовой. Что очень просто. Здесь все очень легко устроено. Я думаю, что вот этот вот подходит идеально. Нажимаем галочку «Место», а сейчас мы находимся в кафетерии. Моментально находится место. Все, готово. Теперь все наши друзья увидят, какой замечательный смузи в кафетерии мы пьем. Работы, представленные посетителям необычной выставки, можно посмотреть и на ПК, и даже скачать. Один из таких сайтов – statigram.com. Тут снимки можно распечатать. А за отдельную плату получить подушки, магниты, чехлы на телефон. И все это с твоими любимыми фото. И это неудивительно. Вы только посмотрите. Кадры действительно получаются не хуже профессиональных. Матрица не удержалась и провела эксперимент. Там, короче, небо и горы. Здесь не будет. Итак, выбираем пейзаж, фотографируем, обрабатываем и выкладываем. Для того, чтобы сделать уже готовую фотографию, у меня это заняло буквально минуту. Нажать кнопку, наложить, накидать фильтры, тельтшит, и сразу же поделиться. Пока Руслан собирает лайки и комментарии к своей фотографии, Дима только начал обработку снимков в фотошопе. Насколько я знаю, в Инстаграме любят добавить такой блюр по краям. У фотографа Димы на процесс снять, обработать, выложить в сеть ушло чуть больше часа. У Руслана ровно минута. Ну, естественно, качество, а изображение отличается. Сказать отличается, ну, ничего не сказать. Качество напрямую зависит от модели смартфона. Кстати, Инстаграм на профессионализм и не презентует. Совсем недавно Инстаграм был программой, которую получить могли только обладатели айфонов. Теперь и поклонники телефонов на базе Android могут себе это позволить. Самый доступный по цене мобильник Samsung Galaxy Y стоит около 150 долларов. Правда, нужно отметить, что наличие мегапитцерекамеры не слишком порадует инстаграмщиков. Результат эксперимента. Инстаграм – приложение для всех, будь ты любитель или фотограф. Первого – приложение можно научить фотографировать. Он учится каким-то навыкам, приобретает какие-то навыки, которые полезны для фотографа. А второго – быстро распространять свои работы в сети. Мне доохота просто вот сейчас сфотить и сейчас выкинуть. Специально для инстаграмщиков и фотографов в одном лице разработчики создали интересный концепт – фотоаппарат Socialmatic. Он имеет все те же инстаграм-эффекты. А вот что удивительно, можно либо распечатать фотографию, как на Polaroid, либо тут же выложить в сеть. Пока это лишь задумка. Появится ли камера в продаже, вы можете узнать, отслеживая новости нашего сайта – matrix.deficia.tv. Для Руслана инстаграм является не только фотоархивом, но и социальной сетью. Он напоминает Twitter – популярный сервис микроблогов. Однако своей жизнью тут делятся не при помощи текста. Языковые барьеры тут стерты. Фотографии понимают во всем мире. Мы постоянно переписываемся, следим за личной жизнью друг друга, комментируем фотографии. Найти на сервисе можно и своих кумиров – популярных актеров, исполнителей и спортсменов. Любителей ретро-фотографий в сети – более 30 миллионов. Для будущих поколений наши мобильные телефоны и новомодные приложения – все станет ретро. А чтобы наши поколения увидели и оценили – фотографируйте, храните, делитесь. Ален, покажи мне свое лицо. И все. Даник, что это такое? Хока за хока, зуб за зуб? Да нет, я пока устанавливал себе инстаграм, нашел отличную коллекцию фоторамок. Хочу попробовать ее на тебе. Ну, попробуй, попробуй. Чувствую, тут какой-то подвох. Вот, смотри. Даник, ты предсказуем. А вот Артем действительно нашел отличные фоторамки и готов о них рассказать. Маржан, подбородочек выше, улыбку шире. Ну вот, мы сняли очередной фотошедевр. А что теперь дальше с ним делать? Не бежать же теперь в фотоателье, распечатывать. И тут нам на помощь приходит цифровая фоторамка. Смотри, вот это классно. Да, супер. Вспомните, когда в последний раз печатали снимки фотоателье, наверняка смотрите свои фото на мониторе компьютера. Слил картинки с флешки на диск и смотри, сколько влезет. Ведь их не нужно распечатывать, искать красивую рамочку и вешать на стену. Так же думала и Наташа. Фотографироваться она любит, поэтому снимков у нее много. Вот и купили фоторамку по случаю. Купили мы фоторамку в Эмиратах, когда ездили отдыхать с семьей. Идея была моя, потому что я давно хотела рамку. А купили мы ее, значит, ну, случайно просто ходили, максимум покупали айпад. И увидели фоторамку, которая стоила гораздо дешевле, чем у нас здесь, в районе 100 долларов. Наташа – домохозяйка, поэтому фоторамку повесила там, где проводят большую часть дня – на кухне. Потыкав кнопочки пульта, она быстро разобралась, что к чему. Как оказалось, эта штука имеет очень много полезных функций, необходимых отчаянной домохозяйки. Там и видео, и фото, и календарь. В общем, загрузили мы фотографии сразу там же, на месте, когда отфотали уже, как мы отдыхали. А ребенка, себя, природу. Сразу загрузили. В общем, изначально у нас крутился только, наш крутился отдых. Зато сейчас в памяти фоторамки больше шести сотен фотографий. Наташа для себя подсчитала, что если показывать все эти картинки с интервалом в несколько секунд, то слайд-шоу будет длиться почти сутки. Да и бумажные фотоальбомы теперь места на полках не занимают. Необходимость в фотоальбомах отпала, тем более все эти фотоальбомы у нас ребенок успешно изорвал. Вот, если делать, то фотоальбомы, как бы, ну, уже такое сделать, как бы, для семейной. А так смотрим мы фотографии в фоторамках. Ассортимент фоторамок огромный. Размеры разные, производители тоже. Мы решили выяснить у специалистов, на что нужно обратить внимание, покупая рамку. Как оказалось, на первом месте внешний вид. Цифровые фоторамки различаются в цветах. Широко распространены среди них это белые и черные фоторамки. Также вы можете увидеть различия в обрамлении. Вы можете встретить матовые рамки, вы можете встретить глянцевые с узорами, можете встретить глянцевые с кристаллами. То есть, чем красивее, тем дороже. Хотя, по словам специалистов, несмотря на довольно большую разницу в ценах, набор функций у них практически одинаков. И не всегда нужно платить больше. Второй совет – смотрим диагональ. Также стоит обратить внимание на размер фоторамки. Размер фоторамки – это основной показатель. Среди них наиболее популярны – это 7,8 дюймов. Данная диагональ, она позволяет отобразить фотографию во всей ее красе. Также существуют еще широкоформатные фоторамки. Они позволяют нам отобразить самые мелкие детали резко и четко. Ну и стоят большие рамки немало. По цене немного не дотягивают до настоящих картин, написанных маслом на холсте. Зато фотографий в них можно загрузить очень много, но это зависит от объема памяти фоторамки. Чем больше, тем лучше. Поэтому третий совет специалистов – обратить внимание на память. Встроенная память, она либо отсутствует, либо идет от 2 гигабайт и выше. Встроенная память, она позволяет нам загрузить более сотни высококачественных фотографий большого объема. Также цифровая фоторамка позволяет подключить внешние носители информации, такие известные как USB-флэш карты или другие карты памяти. Получается, что на практике можно обойтись недорогой рамкой. Пусть она будет простенькой, без особых украшений и без расширенной памяти. Ведь смотреть на ней вы будете свои фото – яркие и неповторимые. Ну а карточку памяти вы всегда можете вставить дополнительную. Ого! Это твоя, что ли? Да. Маржан посоветовала программу, которая тюнингует твое авто. Сам можешь подобрать цвет краски, аэрографию, диски. Вот все здесь. Вот сейчас доделаю эскиз и завтра уже поеду к мастерам, чтобы они украсили мою машинку. Я тоже так хочу. Научи меня. Подожди, сейчас не для тебя. Доделаю, а потом уже могу и научить. Ну, Даник, я тоже так хочу. Научи меня сейчас. Выставучи, а. Посмотри сюжет Маржан. Она тебе все и расскажет. Вам нравится такой автомобиль? А такой? А как вам машина Нуртаса? Симпатично? Вы тоже можете изменить свою машину. Для этого вам нужен тюнинг. Нуртас понял, что его красный четвертый гольф должен отличаться от других. Он выглядит довольно просто, но стильно. Обратите внимание, Нуртас тюнингует машину самостоятельно. Поклонник красивых автомобилей. Каждый день уделяет своему железному коню несколько часов. Ну, если честно, девушки иногда ревнуют к машине. Говорят, вот ты много времени с ней проводишь, мне мало времени уделяешь, но все равно машина – это машина. Свою первую машину Нуртас приобрел в 2007 году. Тогда и началось его увлечение автомобилем. Тюнинг – удовольствие дорогое. Обычным студентам не по карману. Сегодня Нуртас с высшим образованием и работой. Но все равно большая часть зарплаты уходит на автозапчасти. У некоторых людей тюнинг – это как болезнь, как шоппинг у девушек. Как бы они готовы отдавать последние деньги, лишь бы сделать своей машине приятной и в первую очередь себе. У студентов, как обычно, денег особо нету. И потихоньку-потихоньку откладывал с обеда, в чем-то себе отказывал, чтобы купить там что-нибудь новую, комплект резины или там дисков, новые диски. И вот так по чуть-чуть-почуть собиралось. Бывает два вида тюнинга – внутренний и внешний. Первый делается для увеличения возможностей автомобиля. Например, двигатель. Над ним работают, чтобы повысить его мощность. Очень популярна установка треноточного глушителя. После этого автомобиль рычит, как дикий зверь. Внешний тюнинг или более правильно стайлинг делается для придания стиля машине. Устанавливают бамперы, спойлеры, наносят автовинил. Еще популярна перетяжка салона кожей, либо алькантары. А для девушек – установка авторесничек. Затемнение фар, нанесение аэрографии – все зависит только от вас. В последнее время не только парни приезжают сделать тюнинг, но и приезжают девушки, у которых очень интересные идеи, которые сильно отличаются от мужских идей. Если вы решились на тюнинг, то советую сначала поискать информацию в интернете. В сети много сайтов и форумов, где обсуждают тюнинг. Глобальная сеть помогает и Нуртасу. Не только советами. Он заказывает автозапчасти в зарубежных интернет-магазинах. И так делают многие. Все крутится вокруг интернета. Если вы хотите выделить свое авто, но не знаете как, тогда у вас два выхода. Обратиться к автостилистам, либо создать свой тюнинг в онлайн-режиме на сайте 3dtuning.ru. Это увлекательный сервис для автолюбителей. Здесь можно выбрать модель автомобиля и заняться ее внешним видом. Внутренний тюнинг, к сожалению, сайт не предоставляет. Плюс этого сервиса в том, что каждый может распечатать свою версию тюнинга. Тогда вам не понадобится услуги автодизайнера. Люди, которые знают, что они хотят, с ними гораздо проще работать. Они уже примерно знают, сколько это может стоить, сколько это занимает времени. Потому что люди, когда ищут себе дизайн, они ознакомливаются со всеми работами, которые будут происходить. У Нуртаса свой любимый сайт для тюнинга – davmoder.com. Это узконаправленный американский сервис для преображения машины. Этот сайт ориентирован только на машины Volkswagen. Дальше даже больше на модель Golf. В основном тут все поколения, от первого до шестого. Вот она, красавица в конечном виде. А легко ли получить такой эффект? Предлагаю отправиться в мастерскую и все посмотреть своими глазами. Вот, собственно, в этом-то и помещении проходят все подготовительные работы. Попробуй-ка я быть немного полезной. Прежде чем владельцы забирают своего железного коня, в отдельной части проходят вот такую вот определенную процедуру. Что это вы делаете? Это идет процесс зашкуривания контов и обработка до грунтовки. А что главное в этом процессе? Здесь главное вывести все плоскостя и ровности, чтобы это все было гладко и ровно. Не было перепадов резких и углублений там. А можно я попробую? Можно, конечно. Ну, у меня вроде как что-то получается, но, честно признаться, это очень сложно. Спасибо большое. Пожалуйста. Делать работу мастера нелегко, поэтому не советую рисковать, если вы сомневаетесь в себе или экспериментировать на более простых машинах. Впрочем, самый оригинальный тюнинг получается на старых советских автомобилях. К нам приезжают не только Порши, Лексусы, БМВ, к нам приезжают также отечественные автомобили, это ВАЗ. Также приезжают и Нексии. В последнее время тюнингом стали интересоваться и девушки. Поэтому любительницам гламура предлагаю украсить своего коня стразами. Это новый писк современной автомоды. Не бойтесь экспериментировать, дайте волю своей фантазии. Как Нуртас, ведь он обещал удивить всех. Планирую поставить кое-что, чего в Казахстане еще никто не делал. Ну, я так думаю, что никто не делал именно на машину с таким бюджетом. Поэтому в следующем году удивлю всех, я так думаю, если у меня все получится. Удачи тебе, Нуртас, и всем, кто желает сделать свое авто еще круче. Даник, что у тебя за парфюм? Нравится? Да нет, просто уже в нос усвербит. А мне нравятся, очень прикольные духи. Ну да, конечно. Прикольные духи – это духи с ароматом Apple MacBook Pro. Вот такие я бы понюхала. И чем они пахнут? Пластиком и гвоздями? Ну, как ни странно, ты почти угадал. Новый аромат, как отмечают его создатели, содержит нотки клея, пластика, резины и бумаги. Чего только не найдешь в интернете. И не говори, в сети можно найти все. Рубрика «Найдено в сети» далее. Каждую секунду в интернете появляется три новых сайта. А это значит, что полезные и не очень ссылки для рубрики «Найдено в сети» никогда не иссякнут. Впрочем, на этот раз мы предложили самим интернет-пользователям рассказать о своих любимых сайтах. Меня зовут Побой Сардор. Я из Ташкента. Я очень часто захожу на сайты mista.ru. Там блок, форум в основном. Там форум обсуждает все, что происходит в мире, в России. Там каждую пятницу у них есть пятничная ветка. Ну, там юмор в основном. И там блок ведется для разработчиков, для одинастников. Там в основном форум. То есть там задаются темы, задаются голосования и там обсуждают. Ну, и еще там блок для разработчиков, для одинастников. Есть такой сайт, называется infostart.ru. И туда народ заходит. Они выставляют свои публикации. Пишут в блогах посты отдельной статьи о своих достижениях. Очень интересно. Меня больше всего поразил Радио Ти. Когда люди в течение нескольких лет подряд, каждую субботу и воскресенье, собираются и общаются на айтишные темы. При этом умудряются записывать 2, 3 часа подкаста. И как бы запала хватает на все это время. Технологически выполнен как бы не очень хорошо, но контент там очень интересный. Здравствуйте, меня зовут Катерина Тес. Я из города Алматы. Моими любимыми сайтами является сайт Fashion Victims, который посвящен модным съемкам. В нем собраны фотосессии лучших фотографов мира с таких журналов, как Vogue, Elle, Cosmopolitan и так далее. Его преимущество в том, что он объединяет фотосессии журналов разных концов мира. То есть, допустим, Vogue имеет филиалы в Японии, в России, в Америке и так далее. Там собрано все вместе. Нет необходимости лететь в Америку, чтобы купить журнал и посмотреть фотосессии или в Японию. То есть, там представлены разные работы разных авторов, и все в одном месте, и очень актуально. Меня зовут Артем, я из Бишкека, из Кыргызстана. Один из самых любимых сайтов – это Lifehacker. Замечательный интернет-ресурс, который говорит о новинках гаджетов, о различном софте. Очень интересно читать. В принципе, это информационный ресурс для пользователей, которые его читают. Фишка в том, что все новости из интернет-индустрии, каких-то гаджетов и так далее, появляются там практически самыми первыми. У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrixdeficia.tv. Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Данил Ардаутов. И Алена Цехотская. Пока. Лето обязывает одеваться ярко. А Матрица знает, как выделиться из толпы при помощи компьютерных технологий. Звуки из прошлого или интернет в 20 веке. Какие воспоминания остались у нас о нашем первом путешествии в виртуальный мир, расскажет Алена Юдина. Современные люди знают как минимум три языка. И сегодня это никого не удивляет. Но есть язык, кардинально отличающийся от них. Глобальная сеть научит разговаривать без слов. Маржан Жумагазина выучила язык жестов и готова поделиться знаниями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова